В рубрике «Качество жизни» мы поговорим о том, как пережить химиотерапию и облегчить свое состояние во время лечения. Под химиотерапией подразумевается один из методов лечения злокачественных новообразований, которые представляют собой введение в организм определенных химических веществ. Эти вещества, влияя на опухолевую клетку, препятствуют ее дальнейшему делению и, как следствие, опухоль погибает. Как долго химиотерапия длится? Каждый случай уникален, но, тем не менее, существуют определенные правила. Чаще всего назначают пациенту от 4 до 6 циклов химиотерапии с промежутком между циклами порядка месяца. Давайте объясним нашим зрителям, это до операции, во время операции или вместо операции? Знаете, Михаил, на самом деле вы перечислили все возможные способы. Химиотерапию применяют и до операции, и после операции, а в некоторых случаях и вместо операции, потому что некоторые опухоли лечат только с помощью химиотерапии. Давайте посмотрим на экран. В случае, если в организме человека появляется злокачественное новообразование, оно, естественно, имеет тенденцию распространяться по организму. И вот в таком случае применяется предоперационная химиотерапия, когда лекарственный препарат вводит в организм человека, и он, как я уже сказал, воздействуя на клетки опухоли, заставляет опухоль уменьшиться. Это облегчает работу хирургам при дальнейшем удалении этой опухоли. После того, как хирургическая опухоль была удалена, не исключен вариант, что отдельные фрагменты опухоли могли остаться, а, соответственно, это угроза жизни и здоровью больного. Соответственно, в таком случае применяют послеоперационную химиотерапию, которая подавляет эти оставшиеся фрагменты, не дает им делиться и, соответственно, препятствует развитию осложнений. Сегодня у нас в гостях наша постоянная зрительница Татьяна Ивановна Панферова. Она знакома с химиотерапией и не понаслышке. Давайте с ней поговорим, встречаем ее. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Вам делали химиотерапию комплексно, как рассказывал сейчас Сергей, то есть и до, и после. Нет, нет, мне только до делали. Делали 10 курсов химиотерапии полностью, все, и потом, значит, операции и облучение. Как вы себя чувствовали во время химиотерапии? Что происходило? Ну, разумеется, чувствовала, как и все, никогда хорошо себя в это время не чувствовала. Чувствовала себя ужасно. Вот, ну, врач мне не советовал так особо что-то, кроме того, тех препаратов, которые подавляют рвотный рефлекс, вот, противорвотный принимала, принимала иммуномодулятор. Просто как раз зима была, я боялась заболеть, потому что, сказали, если будет грипп и температура, это так плохо, часово купится суда, а антибиотики делать нельзя. Ну, много чего там нельзя было, поэтому я немножко пропила вот зиму, можно сказать, все. Подожди, вы сами это решили сделать? Да. Должен сказать, что это весьма опасное решение. Все дело в том, что химиотерапия, она достаточно сильно воздействует на организм. И, как вы, в общем-то, заметили, воздействие, это не из приятных. Организм, естественно, испытывает ряд трудностей. И если химиотерапевтический препарат вводится в организм больного, это, соответственно, вызывает некоторое ухудшение его состояния. Вот так. Естественно, здоровый организм сильно отличается от организма больного. Если, например, вы какие-то биологически активные добавки или какие-то продукты питания начинаете усердно применять, на здоровый организм они могут оказывать, ну, либо нейтральное воздействие, либо положительное. Ничего страшного не происходит. В том же случае, если вы воздействуете с помощью этих биологически активных добавок, иммуномодуляторов, не рекомендованных врачом, на организм, который подвергся воздействию химиотерапии, это может привести подчас к непредсказуемым последствиям. То есть в данной ситуации вот эти вот биологически активные добавки, они могут дать тяжелейшую нагрузку на печень человека. Хотя, казалось бы, это безвредные вещества. То есть на организм здорового человека они не произведут никакого воздействия, либо положительное воздействие. А вот на организм человека, прошедшего курс химиотерапии, воздействие может оказаться парадоксальным. Я так понимаю, что вам советовали наверняка какую-то диету при химиотерапии. Я имею в виду отсутствие алкоголя, жирной пищи, чтобы не нагружать печень. Это было. Потом у меня вот точно помню, говорили что-нибудь для печени, для поддержания просто. Я вот эту солянку холмовую все время заваривала, травку такую. Одну секунду, кто вам это говорил? Врач мой. Она сказала, печень, да, можно поддержать чем-нибудь. С помощью трав. Да, с помощью трав. В общем, так у меня улучшалось состояние. Давайте это обсудим с нашим экспертом. У нас в студии Данил Львович Строяковский. Врач-онколог, заведующий химиотерапевтическим отделением Московской городской онкологической больницы номер 62. Кандидат медицинских наук. В плане профилактики осложнений химиотерапии врач абсолютно правильно назначал пациентке противорвотные препараты. Обычно рекомендуется стараться как можно больше пить жидкости, чтобы побыстрее выводить продукты распада, которые возникают в организме после проведения химиотерапии. И такая умеренная диета без излишеств. То есть не надо очень острую соленую пищу, какую-то пищу, которая может вызывать, так сказать, застой в желудочно-кишечном тракте. Там сырые овощи, фрукты. Вот это обычная спокойная еда, к которой человек привык, которую он всю жизнь использует. И самое главное, что нужно быть просто на связи со своим лечащим врачом. В случае возникновения каких-либо осложнений необходимо позвонить врачу или связаться с той больницей, где проводится химиотерапия. С тем, чтобы пациент был госпитализирован или проконсультирован как минимум. Для того, чтобы избежать осложнений, связанных с химиотерапией. А вот если, например, люди во время химиотерапии используют иммуномодуляторы или начинают есть витамины огромными горстями, они могут навредить? Они могут навредить. Дело в том, что применение различного рода витаминов может вызывать осложнение. Например, вот витамин А, он сам по себе, вот он содержится, вот много его в моркови. И некоторые люди очень усердно начинают пить морковно-свекольные соки, думая, что это панацея, что это помогает выводить препараты. Так вот, на самом деле, это может наоборот приводить к проблемам с печенью, повышать уровень трансаминаз, то есть ферментов печени, и приводить к тому, что придется химиотерапию откладывать. И самое главное, врачи не могут, не будут знать причину, почему это происходит. То есть при таком тяжелом воздействии на организм, как химиотерапия, любая импровизация, я имею в виду, самое лечение, нежелательно. Нежелательно. Нежелательно алкоголь, нежелательные вот витамины излишние, какие-то там одна, так сказать, витаминка в день, какого-нибудь там мультивитамина, ну в общем-то она повредить не может. Вот, форный вопрос, нужно ли это делать, но повредить она не может. А, так сказать, какими-то вот заниматься там, кто-то гранатовые соки начинает пить, тоже в большом количестве. Вы говорите, я сразу вспоминаю то же самое. Или, так сказать, черную икру добывать из-под полы, есть ее ложками. Это совершенно не нужно делать. Обильное просто питье обычной воды во время химиотерапии, после нее, оно, в общем-то, нивелирует те токсические осложнения, вкупе с противорвотными препаратами, конечно, которые могут возникать. А какие могут возникать побочные явления при химиотерапии? Их десятки, всех не перечислишь. Ну, конечно, наиболее распространенные. Это выпадение волос, это тошнота, рвота. Это снижение лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина. Снижение гемоглобина приводит к нарастанию слабости. То есть человек трудно, так сказать, выполнять обычные свои функции. Снижение лейкоцитов может приводить к развитию инфекции. Поэтому в этом случае это одно из наиболее грозных осложнений химиотерапии. Нужно обязательно иметь связь с врачом. Если поднялась температура, то ни в коем случае не принимать жаропонижающий. Потому что это может привести к падению артериального давления. И вплоть до смертельного исхода. А наоборот, здесь нужно иметь связь с врачом. Нужно быть немедленно госпитализированным. Быть в больницу соответствующую. И проводится антибиотикотерапия в первую очередь. И человек выздоравливает. Ну что же, спасибо вам большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Присаживайтесь. А сколько у вас было курсов? Ну, значит, можно я, да, по порядку так скажу? Да, конечно. Это уже, значит, прошло около пяти лет. Вот, значит, я вначале страдала, у меня была мастопатия. Там года четыре вот я наблюдалась. Вот, затем, когда пошла очередной раз к доктору, он говорит, какой ужас, что вы наделали. Я говорю, что же я наделала. Мне казалось, что там особо ничего нет. Ну, он говорит, быстренько к хирургу, тот говорит, это зло, стопроцентное зло, все. Давайте, значит, в специальный центр отправил меня. Ну, там врач посмотрел, сказал, оперировать бы надо, но нельзя, потому что очень запущено состояние, надо сначала пройти курс. Вот назначили мне десять курсов вот этих химиотерапии. Ну, между курсами у меня где-то был 21 день. И я хочу сказать вот насчет самочувствия, что вот где-то дней пять, вот после этой химиотерапии, в этот же день и еще там где-то пять дней, четыре-пять, было действительно ужасное состояние. Просто лежала, мне ни телевизор, ни книжки, меня как-то не увлекали в этот момент. Так, отвернешься к стеночке и все, никто не трогал. Ну, а потом, значит, выходила еще я на работу, конечно, работала еще, уже волосы клочьями облазили, я еще хожу, хожу, парик быстренько прикупила. По этому случаю, вот, ну, когда где-то уже было, наверное, где-то седьмой курс, вот так, где-то на седьмом курсе, я уже почувствовала, что я уже устала, просто работать не могу уже. И вид у меня уже не товарный, так сказать. Ну, ни бровей, ни ресниц, хоть клей, хоть не клей, хоть рисуй, хоть не рисуй, ничего нету, да. Ну, пришлось дома уже отсиживаться в это время. Расскажите нам о том моменте, когда вы, у вас началось такое возвращение к нормальной жизни. Возвращение по-настоящему произошло уже после операции, я бы так сказала. После операции? После операции и уже когда все закончилось, можно так сказать. Проверка прошла, все нормально, через три месяца все нормально, и после этого только вот я начала чувствовать себя, что я восстанавливаюсь, силы появляться стали. Скажите, как вы сейчас живете? Наверное, хорошо. Я выкарабкалась, мне повезло, можно сказать. Занимаюсь так активно, даже вот на фитнес ходила, сейчас, правда, бросила в последнее время. А так, в общем, все нормально, нормализовалась жизнь. Пошла в колею такую. Я, конечно, стараюсь систематически проверяться, даже если мне там вдруг что-то где-то показалось, все равно бегу, потому что запускать не хочется. И повторений никаких не хочется. А что вы можете посоветовать людям, которые вот именно сейчас готовятся к химиотерапии? Ну, что могу посоветовать? Во-первых, как бы своим внешним видом, могу сказать, волосы восстанавливаются, все восстанавливаются. Выполняйте все меры, которые врач советует, все надо выполнять. Рекомендации. Рекомендации, точно. Вы молодец. Спасибо. Неправда. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Спасибо, что рассказали. Спасибо. Это мне? Это вам. Я такая догадливая. Спасибо. Хорошего вам настроения и дня. Спасибо. Вы знаете, Сергей, я вот подумал, тут психологический настрой очень важен наверняка. Безусловно. Надо иметь гигантское терпение, мне кажется. Ну и безусловно, здесь гигантское терпение нужно иметь близким этого человека для того, чтобы его в эту минуту поддержать, не дать ему окончательно упасть духом и сказать, что все будет хорошо. Потому что действительно все может быть хорошо. Для этого просто необходимо соблюдать все рекомендации врача. Это была рубрика «Качество жизни». Спасибо. Спасибо.